Друзья, рекомендую посетить канал Антидот. Его создатель и ведущий Майкл Свобода запустил серию роликов о том, что такое счастье и как его достичь в реальной жизни. Хотите контролировать свои эмоции, понимать, как устроен наш мозг и как помочь ему постичь то самое заветное чувство? Переходите на канал, подписывайтесь и делайте свою жизнь счастливее. Ссылка в описании. Первый принцип успеха, господа, это обладать смелостью мыслить самостоятельно в мире, который хочет это делать за тебя, который хочет направить тебя куда ему выгодно. Общество хочет, чтобы ты начал делать то, что популярно. Вам нужно обладать смелостью, чтобы сказать всем, это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу идти другим путем. Я хочу протоптать свою дорогу. Необходимо обладать смелостью, чтобы придерживаться своих убеждений. В сегодняшнем видео у меня для вас 11 принципов успеха, которые должен знать каждый молодой человек. Итак, вы когда-либо отвечали искренне на вопрос, чего вы хотите от жизни? Не то, что хотят ваши родители или ваши друзья, а что по-настоящему вы хотите от единственной жизни, которая у вас есть. Это трудный вопрос. Не надо отвечать на него прямо сейчас, но вам определенно стоит присесть и подумать на эту тему, без отвлечений, что вы реально хотите, что по-настоящему делает вас счастливым. И не просто счастливым, а доставляет удовлетворение. Что-то, чему вы готовы посвятить себя. Далее необходимо разобраться, что есть истина. Истина это то, что вы принимаете и верите этому без каких-либо сомнений и вопросов. Суть этого принципа в том, чтобы предостеречь вас от принятия решений или действий на принципах, которые вы предполагаете, что они являются истинами. Ведь вы создадите что-то на этой почве, а это развалец. Следующий принцип успеха. Необходимо быть открытым ко всему, особенно к такой мысли, что вы можете ошибаться. Очень часто мы слишком уверены в своих способностях принимать верные решения. И это реально трудно проглотить свою гордыню и прислушаться к другим людям. Даже если вы соревнуетесь с самим собой в области принятия решений, сводите на нет слабые стороны, чтобы учиться принимать верные решения. Следующий совет. Радикальная прозрачность. Это когда вы полностью открыты и показываете то, как вы пришли к принятию этого решения. Вы делитесь информацией или привносите ясность, что это решение вы приняли интуитивно или на базе вашего опыта. Когда вы можете быть прозрачной не только в отношении других, но также и в отношении себя, в один момент вы сможете начать принимать более лучшие решения, которые приведут к большему успеху. Следующий принцип. Следите за вашими эмоциями. Самая большая угроза процессу принятия хороших решений – это негативные эмоции, которые мы, как живые существа, естественно, испытываем в трудных ситуациях. Гнев, страх, потерянность. Когда нас настигает такое состояние, все наше видение и ясность происходящего сужается. Самое главное в такой момент – это быть очень внимательным, когда вы принимаете решения на эмоциях. Возможно, лучше сделать шаг в сторону, подышать, увидеть более подробную картину. Следующий принцип. Становитесь гиперреалистом. Гиперреалисты смотрят вокруг себя на мир и четко понимают ситуацию. Они принимают реальность такой, как она есть. Проблема только в том, что большинство людей живут в Ла-Ла-Лэнде. У вас должен быть план. У вас должна быть способность выйти и посмотреть на мир таким, как он есть. Он несправедлив, жесток и иногда делает очень больно. В нем также есть люди, которые хотят помочь вам. Которые поддержат вас, если вы их попросите и возьметесь за дело. Следующий принцип – это приоритеты. Вы можете получить от жизни все, что пожелаете, но вы не можете обладать всем на свете. Что это означает? Если вы сфокусированы и абсолютно понимаете, куда вы направляетесь, вы добьетесь многого. Вы можете потратить 20 лет, добиваясь одной цели. Вы вложите в это много времени. И поэтому необходимо понимать, что существует много интересных вещей. Но вы должны четко выбирать наиболее приоритетное направление для развития. Господа, если вам нравится это видео, то ставьте лайк. Если вы в первый раз на Realman Real Style, тогда смело подписывайтесь и становитесь частью сообщества. Если вы уже с нами и не получаете уведомления, тогда кликайте на колокольчик. Следующий принцип успеха – понимаете, что все люди подкованы абсолютно по-разному. Мы смотрим на этот мир с нашей точки зрения. И мы предполагаем, что другие люди, как мы, и думают и понимают логику вещей вокруг так же, как и мы. Но поверьте, когда вы женитесь или просто заведете отношения, вы быстро поймете, что половина мира смотрит на мир совсем иначе. И это выходит за рамки, потому что очень многие парни имеют различные ценности и принципы, которыми они руководствуются. Когда вы осознаете такую реальность, то вы сможете найти нужное место для нужных людей. Вы сможете партнериться с теми людьми, которые сильны в том, где у вас есть слабые стороны. И не используйте это против людей только потому, что они думают не так, как вы. Следующий принцип – это принять то, что боль является частью процесса. Если вы когда-либо были в зале, то вы понимаете, о чем речь. Это также относится и к другим составляющим жизни. Поэтому, когда вы решаете научиться чему-то новому, скажем, выучить новый язык или любой другой навык, это будет не так просто. У вас будут провалы, но когда вы справляетесь с этим всем, тогда начинается дорога к успеху. Следующий принцип связан с необходимостью создания процесса. У вас должен быть пошаговый шаг, который вы можете выполнять и измерять показатели выполнения. Особенно в те самые трудные дни, когда вы уже ничего не хотите, кроме как соскочить. Планы процесс помогут вам. В такие моменты вам не надо размышлять. Просто склоните голову и выполняйте свои задачи. Первый шаг – иметь четкую цель. Второй – выявить проблемы и препятствия. Третий шаг – проанализировать проблемы, чтобы добраться до их корня. Четвертый шаг – выработать план. Пятый шаг – действовать согласно плану до завершения. Господа, такой процесс может не работать для вас. Тогда подберите себе такой процесс, который поможет вам и будет для вас исправно работать. Для меня прекрасно подошло просто начать просыпаться в 5 утра. Хотите узнать, как делать так же? Тогда смотрите это видео. Когда я просыпаюсь в 5 утра, у меня появляется время подумать, выпить кофе. Ссылка в описании.